Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин одним из первых тестирует только что установленный мегабак на автозаправочной станции на Ленинградском шоссе. Эти контейнеры предназначены для приема пластика, одежды, игрушек и электроники. Сеть АЗС «Газпромнефть» и правительство Московской области запустили проект, нацеленный на увеличение доли сбора и переработки вторсырья в регионе. Мы сделали шаг и спасибо, что поддержали нас все практически автозаправочные комплексы. Вот сейчас отдельное спасибо «Газпрому». Вы знаете, что это наш очень серьезный долгосрочный партнер по всем направлениям. Мы создали самую мощную в Российской Федерации индустрию по переработке отходов, но индустрия, она идет на самом деле не от власти, а от правительства, в первую очередь от людей. Потому что если бы в свое время жители Московской области не поддержали наш первый шаг, это синий бак и серый бак, мы бы сегодня вынуждены были закопать в нашу землю 8 миллионов тонн отходов, если считать с 2018 года. Это примерно 10-й мегабак, установленный на автозаправочных станциях Подмосковья. Помимо «Газпромнефти», соглашение о сотрудничестве с правительством Московской области подписали еще три компании – «Роснефть», «Татнефть» и «Лукоэл». Проект «Мегабакавто» инициирован при поддержке Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области. Мегабакавто, отличие его в том, что он идет как бы ближе к населению, ближе к людям. Вы знаете, вот из собственного опыта гораздо же удобнее расхламиться, взять ненужные вещи, положить в багажник машины, поехать на заправку, попить чашечку ароматного кофе и оставить эти вещи, как говорится, дать им вторую жизнь. Все собранные вещи идут на переработку. На сегодняшний день этим занимаются несколько компаний Подмосковья, каждый из которых будет собирать с АЗС отдельные виды вторсырья и производить из них полезные предметы. «Часть вещей отправляется на благотворительность, потому что у нашего проекта есть большая миссия – это доступная одежда нуждающимся гражданам. Часть вещей отправляется на переработку в компанию «Технотекстиль» в Люберцах, где уже из вещей, которые больше не пригодны для носки, производится либо ветошь, либо регенерированное волокно. Дальше из этих тканей, из регенерированного волокна набиваются матрасы, делается шумоизоляция, теплоизоляция. «Большинство видов пластика мы перерабатываем самостоятельно с помощью изготовления вторичной гранулы. Эту гранулу мы передаем уже на предприятия-производители, которые из этой гранулы производят какие-то простые виды продукции из пластика. Это могут быть из популярного садовая мебель, подстолья, лавки, урны». Аналогичные баки появятся практически на всех АЗС «Химок», пока же в округе работает один пункт сбора вторсырья на улице Машенцева. «Когда есть одна точка на город, площади Химок, вряд ли кто-то издалека поедет для этого. Когда она есть в шаговой доступности, мы рассчитываем на то, что это можно будет сделать проще, лучше, и жители не нужно будет уговаривать. Они будут это делать по собственной сайте». Всего до конца года в Подмосковье планируют открыть до 40 пунктов по сбору вторсырья на автозаправочных станциях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!